I have ways of blowing things off. Мне говорят, что мои способности и привилегии, или только способности, честно говоря, я не помню, но способности охотницы за головой, или наоборот привилегии, короче, что-то одно из них, или нет, видимо, только это, потому что смотрите, в чем прикол, мне сказали, что они останутся и на следующих персонажей, здесь у нас раз, два, три, четыре, насколько я вижу, пять персонажей, и здесь я задаюсь немножечко вопросом, а это как это все будет происходить? У нас за каждого персонажа будет своя отдельная глава, отдельная история, которую мы пройдем, то есть получается, что у нас есть задание спасти нашего мужа, ну, охотницы, и почему-то я это в глобальном сюжете расценивал как некую промежуточную ветвь, то есть мы спасем мужа, и потом пойдем дальше что-то делать, но почему-то мне сейчас пришло сознание того, что, наверное, мы спасем мужа, это будет конец истории охотницы, то есть она же бросила это ремесло, и сейчас ей только спасти мужа, уничтожить людоедов, и все. Короче, ладно, посмотрим, во-первых, во-вторых, если так, у нас получается здесь будет пять разных глав и какие-то из этих способностей, наверное, привилегии будут оставаться у нас на других персонажей, потому что, во-первых, их труднее и дольше качать, это мы сейчас уже видим, у нас вкачано только две с половиной привилегии из довольно большого множества, во-вторых, их способности вкачаны практически полностью, во-вторых, написано способности охотницы, а значит, что они не будут распространяться, наверное, на других, посмотрим, как это будет дальше. Вот, в общем-то, мы сейчас идем дальше по заданию, что у меня по патронам, и чего у меня много. У меня, кстати, стрел довольно много, дробашных патронов почти нету, давайте мы винтовку, что ли, возьмем. По попам лечиться, да, мне нужно бы немножко подлечиться, давайте я кактус сожру. Во, full health. Хорошо, что у меня по аптечкам? Три аптечки, надо будет также аптечки качать. Тут вообще без вариантов. Хорошо, что мы видим? Мы видим три перца, это вроде не так много. Давайте посмотрим, что мы можем тут сделать. Лейтенант, стоячей воды, 15. 15-й, это видим какой-то то ли уровень, то ли что-то такое. Обойти мы их не можем, ну, в принципе, ладно. Бам! Бам! У-у-у! Ну, кто-то из наших горит... А, не, никто не горит. Так, стоп. Отойди, пожалуйста, с пути. Ох, врасплох, хорошо прилетело. Я так и не пользуюсь способностями. Наверное, стоило бы, да? Ладно, они его ушатают. Не так много прилетело. Ну, блин, я как-то... Наверное, надо как-то более гибко играть, что ли. Но это не выходит. Где там еще труп был? Вот. Они даже пули мне не приносят, твари. Они просто пустые. Ладно, зельки. Что-то... Камень? Серьезно? У вас тут просто каменюки валяются? Давайте я поразбираю пушки. И я вот еще, кстати, о чем подумал. Не туда заглянул. Я, пожалуй, каждую игру, которая у меня есть, оцениваю по тому, насколько мне хочется туда вернуться. То есть, как вы понимаете, я не могу играть в игры каждый день. Я не могу записывать каждый день. Они выходят с неким перерывом. Но зачастую бывает такое, что я не играю в какую-то игру там неделю или даже что-то в этом роде. Ну, горючий смысл возьму. И за эту неделю, вот насколько мне хочется вернуться в эту игру, насколько часто я про нее вспоминаю. И когда подходит время записи, я такой, ох, поскорей бы, поскорей бы. Так вот, в этой игре у меня есть ощущение, что я хочу сюда вернуться поскорей. Это приятно. Это уже говорит о неком качестве игры. Для меня это, получается, вроде как, некого уровня стандарта, что ли. С помощью которого я могу оценивать игры и их качество. Потому что игра, как жанр, она гораздо более сложная, чем фильм. Потому что в фильме ты смотришь на сюжет, и ты смотришь на постановку, на игру актеров. А здесь же все гораздо более многопланово, что ли. Потому что здесь еще и геймплей важен. И, о, зачем? Ты меня не видел. Давайте попробуем. Не знаю, я пока не оценил лук. Возможно, с ним какие-то фишечки. Не туп! Ой, дурак. Я прям запрыгнул туда. Давайте, ребята, я вас со спины прикрою. Там еще двое бегут. Репутацию подняли себе. Хорошо. Замаслились. Я что-то думал, что можно как-то... О, ключик. От каменоломник. Что можно их как-нибудь будет поджечь. Ну, если бы я кинул зажигательную смесь, конечно же, да? Да это я бы их поджег. Ай, хорошая мысля приходит опосля. Дайте хотя бы пули заберу с вас. Бесполезные. И деньги, и прям... Ну, неплохо, неплохо так. Вовремя... Ну, не то, что вовремя. Хорошо, что они набежали так по очереди. Очень удобно получилось. Ключ. Ну, поскольку это сюжетное задание, я не думаю, что здесь прям как-то легко будет. Или что-то такое. Так, ружейные пули. И... И игра мне тоже такая говорит... Чувак... А как, извините, я не попал? Твою за ногу! А то меня подожгло, разбило лампу и подожгло. У него хватило... Ну, я быстро потух, кстати. Раз уж на то пошло. Та отойди, я не вижу ничего из-за этого. Еще раз поразбираю. Есть отхлон, который нам принесли. Оно, по крайней мере, дает патроны. Таким образом, можно получить дополнительный лут с патронов. Что приятно, потому что... Что у нас там так много? Попал. Ха-ха! Да, ты можешь там до завтра стрелять. Прикиньте, я не попадаю по бочке. Критическое. Ну вот, он увидел, как чуваку поплохело. Может, кинуть коктейль? Я все пытаюсь пулями решать. Но, с другой стороны, пока пули все решают, то почему бы и нет? Они еще есть. Блин, мне кажется, что это будет... Вот тот момент, что пока пули есть, я буду и не пользоваться. Ой, веревочка, это хорошо. Ну, к тому же, они мне еще и приносят оружейные пули. Ну, вообще, здорово. Яблочко. Среди. А я сейчас, интересно, в таком состоянии смогу что-то жарить или нет? Или оно... Могу. Тогда мне нужно... Блин, а где мой второй напарник? Зачем? Я не ту кнопку случайно нажал-то, а? Бесит. Где мой второй напарник? Я что-то не понимаю в этой жизни? Куда он делся? Почему ты там стоишь, дружище? Что с тобой не так? Так. Снаряжение... Дай-ка мне похавать. На тебе, наверное, веревки. Если что, я у тебя их заберу. А похавать, это все, что у тебя осталось. Ну, и в принципе, ладно. Мне это устраивает. На. Вот эти веревки тоже, на. Вот это держи. Во, потаскаешь для меня немножечко всякого. Пойдем пару яичек пожарим, съедим. Блин, надо сжечь эти лужи. Он не идет за мной, он не хочет. Он, типа, такой, а-а-а. Даже, а-а-а-а. А знаете, что я забыл? Я вот F5 забыл. Оп. Это надо делать. Ну, сейчас случится... О, ключик еще валяет. Случится какая-то фигня? А, я все съел. Хорошо. Ключ от каменоломни. То есть, мне такие прям... Чувак, ключ от каменоломни. Ключ! Вот он, от каменоломни. Ключ. О, здравствуйте. А я сюда мог и не попасть. Прикиньте, расположено вот прям на задней границе карты. Не пошел? Ну, как бы, и ладно. Ф5. Ф, да. Он пришел, вляпался в еще одну лужу, но пришел. То есть, таким образом, во-первых, что игра мне говорит ключ, а с другой стороны, игра мне говорит, парень, это можно было пройти по стелсу. Я не знаю, я пока что не вижу смысла в каком-то таком стелсе. Надеюсь, что игра мне не будет это навязывать никаким образом. Очень хотелось бы, чтобы это не происходило. Знаете, что я не проверил? Я не проверил, можно ли таскать предметы через локации. Могу ли я, например, бочки с динамитом перетащить оттуда, если вдруг мне это надо. Вот так. Пойдем, пока что. Я такой, не вижу смысла в стелсе и сел на карачки. Ну, Л, логика. Лейтенанты. Блин, там народу прям дофигища, стой. Я ни в кого не попал. Минус. Чувак просто стоял, ничего не делал. Ну, что, я ему виноват, что ли? Часы, часы возьму. Часы можно будет перепродать. Ну, вот, S, стелс, что называется. Ой, опять началась вот эта музыка. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Погодите, там кто-то есть еще сверху. Видите, что-то красненькое там. Оно не сюда пошло, но оно там есть. Надо пойти его сразу убить. Гори-гори-гори. Хорошо. Хорошо получилось. Тут кого-то можно спасти. Ну-ка, лампа. Так. А ключ от клеток с пленниками у меня... Он универсальный, типа? Спасибо. Мне репутацию подкинули за это. Картошечку можно, помидорчик у тебя скушать можно. Такие микробонусы. А, просто клетка, которую можно просто запереть или отпереть. Погодите, может в клетках есть тогда какие-то бонусы, которые... Это интересно. Ещё приятные такие мелочи, что это, конечно, не надо, но ты можешь каждый труп закопать. Там, например, если ты прям такой честный человек весь из себя. Так, все эти клетки открываются. Это приятно. Мы туда сейчас пойдём, но сначала я ему и 40 слонов станцуем. Просто 5 баксов в сундуке, который я мог легко не заметить. Ой-ой-ой, аптечка. Я как раз одну бездумно потратил, спасибо. Обшаривать каждый угол, мало того, что оно приятно, потому что оно приносит бонусы и вознаграждение за такую дотошность. Так ещё и, ну, интересно искать всякие такие нычки. Вот, и это абсолютный рандом. Нету такого... Знаете, в чём прикол? Я очень уважительно отношусь к Souls играм. Мне очень нравится Elden Ring, который сейчас вышел. Но, поймите меня правильно, ты зачищаешь одну огромнейшую локацию с достаточно, там, трудными мобами и что-то такое. И тебе дают камень заточки, там, плюс 5. И ты такой... Ну, как бы, мозгом ты понимаешь, что да, это крутая вещь, и она сделает твоё оружие сильнее. Но в душе ты хочешь, чтобы тебе дали какую-нибудь, там, супер-мубер-имбо-штуку. А тебе... Нет, тебе, по сути, даёт, опять же, хорошую вещь. Но, морально, она тебя не радует. Ну, очень редко, по крайней мере. Да, бывает такое, что ты приходишь в какую-то задницу, и там прям выпадает... Ну, карманы, часы. Кто-то нашёл тело, так давайте мы его убьём. Этого кого-то не должно этого волновать. Нашёл он тело. Ну, нашёл смерть вместе с телом, молодец. Сколько я? Три патрона на него потратил. Сколько мне сейчас дадут с разбора? Два. И, в принципе, норм. Ещё большое спасибо разрабам игры за то, что мне не нужно следить за инвентарём моих подчинённых. Мне не нужно им давать патроны, чтобы они могли стрелять и всякое такое. И всё это потом можно поджечь. Моя твоя понимать. Ф5. Человека спасли. Кстати. А прокачать же можно способность какую-то. У меня их уже вот этих штуки две. Я буду просто качать всё подряд, потому что у меня их просто хватит. Я не вижу, как бы мне их не хватило. В особенности в том, что я ими ещё и не особо пользуюсь. Это, возможно, моя ошибка, потому что игра была бы легче. С другой стороны, я не вижу прям трудности. Пока что. Пока что. Я не хочу, чтобы она появилась. Но я пока что не вижу трудности. В том, как бы... Вот там, например, смотрите, куча народу. Куча народу. Там человека четыре я вижу точно. Вот... Три, два... Я динамит держу в основном. Вот как мне понять, куда ещё скину? Вот так, наверное. Он потух, потому что он упал в воду. Ну, это шикарно просто. Это шикарно. И вот, честно, пока что вот прям с динамитом у меня проблемы. Насчёт лука я тоже пока что не понимаю особого смысла. Потому что... Ну, он не ваншотает. Он стелсовый, да. Но он не ваншотает. Он не обладает какими-то особыми характеристиками, из-за которых я бы хотел сказать, что, мол, да, вот я хочу взять лук. Смотрите, они поменяли свое местоположение. Стали ближе. Минус один. Погодите, тут это бегущее говно. Нет! Нет, погоди. У меня закончились снаряды на револьвере. Похоже, начинают сбываться мои прогнозы с начала этого уровня. Трафарет из коры березы. Ключ. Погоди, погоди, погоди. Не гори, пожалуйста. Ты что делаешь? Потухни. Надо было сразу в воду зайти. О, принес мне патроны на револьвер. Всех перестреляли. О, еще патронечка. Да, хпшки у меня сейчас не так. Да хорош гореть там, блин. Шашлык. О, это я съем. Еще, блин, я какую-то фигню взял. Еще приятно то, что хилки действуют в общем на всех. Вот, чебурек какой-то у чувака. А, они прям прогорают, пока не разрываются в пепел там, в труху просто. Это интересный подход. Меня немножко душит покупать патроны по доллару за патрон. Но это дорого, на мой взгляд. И с другой стороны скамеечка сесть. Нет, спасибо. Тут полутать ничего нельзя. Тут еще такие вещи сделаны иногда, как в фоллаутах и всякое такое, как на их движке, когда кусочек чего-то торчит, и ты можешь это облутать. Вот горючая смесь, например. Еще одна горючая смесь. Пианино. Просто кусок чего-то торчит, и ты можешь это просто случайно пройти и не заметить вообще, что оно там было. Вот, например, еще одна. Это же... Нет, нет. Вот это. Нет, дружище, вот это. Я не могу ближе передвинуть. Не пианино, не факел. Ну, вон же бутылка на полу стоит. Идите к черту. Я уверен, что это можно взять, но... Ладно. Ничего, винтовичный патрон. Воу-воу-воу! Можно, пожалуйста, не орать на меня? Блин, схавал у меня шесть патронов. Где ты теперь? Бивчонки, с деньги, косточки, ключи. Хорошо, что ключи опять же стакаются, это приятно. Не приходится дубликаты ключи выбрасывать, там непонятно, поскольку... Откуда вы все беретесь? Подождите, я пока туда не пойду. Тут еще не все обыскано, но, скорее всего, нам туда, я так понимаю. Тумбочка пусто. Вот, например, просто окоменелость на кровати лежит, которую можно просто не заметить. Четыре патрончика, и на том спасибо. Тут очень часто вот так вот просто лежат вещи в очевидных местах. Нет, не так. На виду в неочевидных местах. То есть, ты не будешь искать чаще всего на виду. Ты пытаешься искать какие-нибудь там нычки, еще что-нибудь. Еще что-то я подумал, что я давненько тузов не находил. С другой стороны, вот, опять же, подтверждение моей теории, о том, что насколько часто и хорошо дают прокачивать навыки, но насколько мало тузов. То есть, вот, например, опа, и ты прокачал. Просто нашел на кровати валяющийся, и ты прокачал себе. Давайте я в пяточку. Скорее всего, сюда, да, там, дальше враги. Бочки с динамитом, которые нам дали... О, по этой штуке я могу пройти? Ха-ха-ха-ха, конечно, могу. Почему бы и нет-то? Черт, а тут можно заблудиться. Очень легко. Я какой-то рычаг нажал. Ох, не спрашивайте, зачем. Блинт, спасибо. Нужно будет обязательно прокачивать аптечки. Прокачивать аптечки... Погодите, это какое-то... Мы здесь были. Зачем нам сюда? Что здесь? Это очень интересное место. Причем с нажатием вот этого рычага произошла в отмычку F5. Будем хитрить. Да, но... А сколько у меня осталось отмычек? Вообще они у меня остались, а мне еще одна осталась. Ну, черт с ним, заберу. Это хорошие деньги. Опять же, золотой слиток. Оставим пока что в таком положении. Я не знаю, что мне это даст, но будем учитывать, что тут есть рычаг. F5. Нужно будет по возможности купить аптечек. Так. Опять же... Мне кажется, он завис, но я не буду из-за этого переживать. Ха-ха-ха-ха. Дайте подлечиться. Ребят, дайте подлечиться. Ну вы че? Лико жу? Что? Кому не скажу. Блин, там еще что-то ходит. Опасно становится. Бочка с маслом. А зачем ты сразу загорелась-то? Блин, оно, факел загорелось. Ладно, еще раз с тобой. Пойдем освободим этого придурочка, который здесь. Я не знаю, кто ты. У чуваков тут дискотека. Смотрите, прям выход нас... Поговорить. Упоительная свобода. Житель деревни. Валерия. Так, что-то погодите здесь. Буханка хлеба. Немножечко подозрительно, что она так просто стоит. Она сама выбралась. Шкуру, кстати, я возьму. Что-то я ее не заметил сразу. Кстати, шкура Бизона. Свобода хвала духом. Я тебя не освобождал. Как ты так освободилась? Ты мне не подскажешь? Немножко подозрительно все это. У меня 25 хпшек. Ну, сейчас будет опять перестрелка. Мне, наверное, все-таки придется схавать аптечку. Я сначала в эту сторону еще схожу. Хотя, погодите. Защитник. Какие-то животные. Стой, 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 стой. Доллары. Это я возьму. Знаете, что было прикольно? Серебряный шарпс. Здравствуйте. Слушайте, а, по-моему, это лучше, чем то, что у меня, да? Или... Сейчас, сейчас, погодите. Я не помню, что у меня... А, не-не-не-не-не-не. Не, у меня как раз именно такой синий уже и есть, да. Я что-то думал, что у меня синее ружье, у меня как раз синий револьвер. Урон 40, тогда знаешь, что? Иди сюда. Снаряжение. Из чего ты стреляешь? Значит, вот это давай сюда. А вот это... На, держи. И... Сейчас я поговорю с ней, чтобы она из него стреляла. Вот, использую вот это. Договорились. Супер. А зелененький я, наверное, сейчас разберу под шумочек. Что из него, кстати, вылезет? Сколько? Один... Один пуль. Один патрон. О, водичка. В смысле автосохранения? Подождите. Мне туда, что ли, надо? Не-не-не-не-не. Погоди, погоди, погоди. Ф5. Я тут автосохранение. Мой палец это автосохранение. Идите к черту. Так, жаль, что у меня нету некой общей карты того, что здесь происходит. Часы. Ой, стойте, а это шкаф? Шкафчик. Лопата. Я забираю. Перевели время. Все, теперь можно жить. А как тогда... Там что-то ходит, но, блин, мне тогда кажется, что оно вообще ни разу не живое, да? Ну-ка, если мы... Это было не здесь, а где это было? Это было вот здесь. На это я привел рычаг в первоначальное положение. Так, не дыми, пожалуйста. Реально из-за дыма ничего не видно было. Там три штучки внизу, да? А если мы сейчас этот рычаг дернем еще раз... Вот эта штука уехала вниз. Да ну не горите от факелов, пожалуйста, люди. Ну вы что, совсем что ли? Штука уехала вниз. Блюду. Но тут ничего не изменилось. Там что-то ходит. Ладно, ладно, попробуем запомнить это место. Может мы найдем где-то бочку с динамитом. Я не хотел бы тратить свой... Видите ли, видите там рука, кстати? Может она открывается какой-то отрубленной кистью где... Ну, вряд ли я смогу привезти сюда человека, который это открывает. Так, кип-аут, кип-аут. Да, я вас понял. Тут полнейший кип-аут у вас творится. Что сначала, вниз или вверх? Внизу должно быть интересно. Внизу крысы. Ну, крысы меня вряд ли тронут. Я потушу все источники огня. Пока что. Ага, крысы не... Да вы чё? Ага, крысы не тронут. Да вы чё? Что за хищные крысы? Это было сейчас очень интересно. Корво. Защитник коров. Мне надо было сразу почитать имя того, кого я граблю. Так, крысих тушек надо сейчас понасобирать. Это очень крутая отсылка. Тут моря крови лежит корво, защитник короны. Корма, блин, защитник коровы. Знаешь, чё? Это у тебя медный мачете. Я заберу. Возможно, это имеется ввиду раскладной меч. 26. Медный нож. Медный мачете. Скорость атаки обычная. Ближняя среда. Вот, мне проще вот это взять. И это разобрать. Теперь понятно, почему на меня накинулись крысы. Да-да-да-да-да. Это очень крутая отсылка. Спасибо, ребят. Я оценил. Так. Сейчас, знаете. Можно, наверное, вот так. Вот. Одна из проблем этой игры, что здесь довольно тяжело найти превьюшку. И вот такие вот моменты, они очень ценные, так скажем. Взять всё. Я ваши штушки позабираю. Вот. И тут, видимо, у нас обозначается, когда ты проходишь по кровавому. Погоди, а как мост? Ну, ладно. Ключ для управления мостом. Спасибо. Какие сигареты стоят? Блин. Во-первых, бросить. Во-вторых, где мне там какую-то ещё фигню подпирал, мне кажется. Где-где-где? Ты где? Вот оно. Бросить. О, кстати, я вот про тузы говорил, что они давно не попадались. Пожалуйста. Почат переключаем. У-у-у. Ф5. У нас вроде как какой-то важный сюжетный момент. Это ты, любимая? Слава духам, ты пришла. Кольцо и пистолеты. А я надеялся, что не станет того дня, когда тебе придётся быть замужней женщиной и охотиться за головами. Давай скорее выбираться отсюда. Я знаю, что ты ожидаешь... Что ты жаждешь крови этого ублюдка Шелби, но нашего гека так не вернуть. Я хочу только свежего воздуха и чтобы пахло чем-то сладким. Ты можешь мне это дать? Дать тебе по щам за то, что ты не хочешь идти дальше? Ну, с другой стороны, я могу это понять. Она, как сильный и, ну, так скажем, более жёсткий человек в их семье, она выбирала себе партнёра, который, ну, будет более мягким и слабым. Поэтому то, что он себя так ведёт, это как раз неудивительно. Нифига себе, у него всё это время был спрыг такой. Ну, ладно. Так, да... Она сейчас там встретит что-то на обратном пути или нет? Так, мне интересно, что там за дверь. Я хочу туда попасть. Тут у нас проход насквозь есть? Есть. Но... Я ж не могу уйти без приключений на собственную задницу, вы ж понимаете это. Как мне проник... А, да! Ого! Погодите. Один рычаг, который опустил одну. Таких рычага должно быть три? Вы чё? А где? Я ж всё обыскал. Это интересно. Так, как попасть в комнату Шелби? Вот. Во имя прилива и потопа. Как же я ненавижу эту дверь Шелби. Она называет... Она называет это личным пространством. Я называю эту тупостью. Спроси Монику про систему безопасности с тремя рычагами. Нам всем нужно знать, где они находятся, чтобы он... Он не вопил часами, как мокрая кошка, если опять застрянет. Не передавай ему мои слова про кошку. Спасибо. Записка очень вовремя попалась. На самом деле, я уже догадался, что это три рычага. У них есть специальное аудиосопровождение. За это тоже огромное спасибо. Ну, блин. И как? И куда? Я ж думал, что я всё обошёл, всё нашёл. Ну, нужно отдать должное, что... Место очень запутанное. Допустим, да. Это был первый рычаг. Где я могу найти ещё один? Где же, где же? Я уверен... Нет, с другой стороны, я хотел сказать, я уверен, что какой-то из рычагов будет... Извините. Прятаться за какой-то стеной, которую нужно взорвать. Но это нелогично. Потому что если они просто создавали систему определённой безопасности, то смысла им настолько замуровывать эти рычаги нет. Они должны быть где-то на открытом пространстве. Но где? В бочке корольной карты. О, здравствуйте. Это я не обыскивал. Чёрт. Странно, что вот этот книжин всё прочитать никак не могу. Вот я смотрел. А, ребят, давайте, наверное... Я тут обшарюсь. Вы, в принципе, видели всё то, что я видел. Возможно, вы заметили, где есть ещё рычаги. Я лично не заметил. Давайте я сейчас, наверное, за кадром тут всё обшарю. Надеюсь, не случится ничего экстраординарного. Блин, эта туша так и горит до сих пор. И что мне теперь делать? Каждый, кто будет проходить мимо, он будет обжигаться. Ауч. Зачем? Давайте я немножко побегаю, посмотрю, что тут творится. И потом уже вернёмся, если я что-то найду или не найду. Там уж посмотрим. Так, как минимум я нашёл место, судя по сиянию. Там золотой туз, но там нужно три отмычки. Это печально, потому что у меня даже изначально трёх отмычек не было. У меня было две. Так что это печально только наполовину. Ну, если бы я потратил отмычку и сейчас напонадовалось бы, конечно, я бы расстроился. Но, ладно. Всё-таки, ну, туз это туз и привилегии. Мне нужно ещё два, а так оставался бы ещё один. Это немножко обидно. С другой стороны, один туз я уже здесь нашёл. Пойдём искать дальше. Знаете, ещё в чём прикол? Заметил вот такое вот местечко, где можно бы вроде как, наверное, перепрыгнуть. Я даже не знаю, я не уверен. Возможно, я не знаю, могу ли я остановиться на бочке. Могу. Ну-ка, сейчас F5. Она не цепляется. Причём много жизней теряет. Видели? Там какие-то то ли шторы, то ли двери, то ли непонятно чего. Я хочу туда попасть, но я не знаю, как. Я не могу запрыгнуть так, чтобы зацепиться. День 21. Буду сейчас экспериментировать. Но вон там, вон те шторы, видите? И к ним ведёт вот этот утёс, с которого типа можно как-то что-то... Это очень подозрительно, это неспроста. Я уверен, что там что-то ещё есть. Сейчас попробуем. Ребята, в общем, я в полном отчаянии. Там явно что-то есть. Это явно какая-то штора или дверь. И причём, смотрите, в чём прикол? Сейчас продемонстрирую на безопасном расстоянии, чтобы опять туда не упасть. Если прыгаешь к скале... Оп! Вот сейчас. Она за неё цепляется. Но если ты вплотную к скале, она цепляется. Но если ты подлетаешь к скале... Видите? Ты трогаешь, но она не цепляется никак. То же самое происходит и здесь. Я уже пробовал, что только можно. И ставить бочку на край, и прыгать с бочки. Пробовал допрыгнуть вот отсюда. Сейчас я вам ещё раз покажу результаты, чтобы вы понимали, о чём я всё равно сейчас буду загружаться. Опа! Я только что пробовал это 20 минут, и у меня не получалось. Но как только я включил запись, чтобы сказать вам, почему я отсюда ухожу. Вот второй рычаг. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Это было чертовски неочевидно. А как мне теперь безболезненно спуститься отсюда? Вот отсюда, да. Видите, я по-другому туда никак не залезть. Я бы никак это не сделал. Ладно, мы нашли второй. Офигеть! Обычно вот эти флопы получаются... Ну, то есть, ты пытаешься... У тебя это получается 200 раз, ты пытаешься сделать это на камеру, и на камере оно не выходит, но здесь наоборот. Вот, я только что 20 минут делал финты ушами для того, чтобы попытаться до туда достать. И опа! Оказывается так. Ладно, ладно. Ладно, оказывается... Где-то, значит, спрятан третий рычаг. Я даже боюсь спрашивать, где. На крышу мне не дадут залезть, потому что это, ну, как бы, грубо говоря, виртуальная крыша. Защитник. Защитник кого? Защитник чего? А я случайно взорвать? Это же можно взорвать, да? Дайте я посмотрю сейчас, что с этим проходом. В общем, ребят, найду головоломку. Это, скорее всего, я так понимаю, будет головоломка для третьего. Это только что было? Я не знаю, что это только что было. Это было страшно. Сейчас я заберу эту бочку взрывную. Что-то как-то где-то сказало, и у кого-то из моей команды начали уходить жизни. Это было стрёмно. Я понимаю, что единственное живое существо здесь, это вон та фигня за дверью. От этого стало ещё более стрёмно. Keep out. Получается, вот это единственное место, в котором я ещё не был. Отойдите, народ. Пожалуйста. Чем мне там не жаль выстрелить? Жаль мне абсолютно всем. Ну, давайте я из винтовки выстрелю. А чем они попали? Останки. Ага, ключ от светилища и дневник папаши-тиховода. Дневник папаши. Слышал, как новый босс и говорят о каком-то странном старике из компании Кросса. Назвали его просто Огрызком. Встретили уже такого. Спасибо. Он, похоже, что-то вроде домашнего животного. Недавно они даже отвезли его в шахту большого ущелья. Что он там делает? А зачем, извините, мне сейчас эти знания, если я уже позаботился и об огрызке? Я, в принципе, сюда попал благодаря тому, что... Ладно. Пойдёмте искать третью. Я очень надеюсь, что найду. Теперь мне очень хочется найти третий рычаг. Так, хорошо. По крайней мере, я его нашёл визуально. Это вот эта локация, где загорелась одна эта фигня и сгорела дотла. Вот здесь идём по рельсам, которые обрываются. Доходим до вот этого факела. Желательно его задуваем, чтобы самим не сгореть. Блин. Опа! Я не знаю, как я туда попал. Вон там! Я не знаю, как туда теперь попасть. Давайте исследовать место. Через вот здесь не выйдет, наверное. Ну, видите, я тут соскальзываю. Возможно, мне принести нужно бы сюда что-нибудь. Сейчас посмотрим. Если у меня осталось ещё хоть одна бочка. Возможно, с бочки я смогу туда залезть. Я не уверен, но будем посмотреть. Да, с бочки можно сюда залезть. Хорошо. Этот рычаг оказался, скажем так, наименее проблематичным с точки зрения, как до него достать. Ну, хотя ладно. Первый был самый непроблематичный. Всё, мы открыли все три. Там сейчас нас ожидает, наверное, что-то страшное. Возможно. Я не знаю, что там сейчас будет. Офигеть, какая загадка. Идите к чёрту. Особенно вон там, с тем недопрыгом жутким. Знаете, ещё какая штука немножечко... Оп. Немножечко раздражает. Это то, что... Каждый раз после загрузки у тебя обновляется абсолютно всё. Зажигаются обратно все свечи, которые были задуты. Начинает опять играть музыка Spotify. Спотифона, Spotify, Spotify. Вот. И там, где ты до этого рассчитывал, что пройдёшь... Оп. Присядь, пожалуйста. Вот такой страшный стелс. Вот я иду и просто ранняю все... Я не знаю, зачем я это делаю. Дружище, ты кто? Но! Это, я так понимаю, что как раз и есть главная загадка данного убежища. Иначе... О, шторка, кстати. Я также не до конца понял вот тот труп, который мы выкопали из-под завалов. Спасибо. Там нам говорили про огрызка. Встань, пожалуйста. Это я что, сверху могу подойти к ним таким образом? Да, это стелс. Здравствуйте. Но фишка в том, что про огрызк я уже, ясен пень, и так знаю, и без огрызка я сюда, по-моему, и не попал бы. А, но с другой стороны это объясняется... Я понял, я понял. С другой стороны нам объясняют, откуда огрызок знает всё это. Инун дух изобилия. Мир позволяет нам расти. Мир позволяет нам собраться с силами и подготовиться к грядущим переменам. Мир и изобилие нам дарованы милостью Инун, и Инун мы возносим свою благодарность. Но опасаться стоит гнева, Инун, ибо мир может стать застоем. Отстоем. Земля без смены зерна теряет силу, а дожди несущие жизнь могут стать потопом, что жизнь уносит. Помолимся, Инун, что приводит нас в мир, когда он готов нас встретить. И другой религиозный бред, который мы готовы слушать. Там, короче, двое чего-то... А, они просто через штору прошли. Но с другой стороны, да, меня игра предупреждала, говорит, хочешь стелсить, забудь про напарников, потому что эти ребята, они не особо будут париться насчет стелса. Тун-ту-ру-ду-ду-ду-ду-ду-ду, кто в теме, тот в теме. Сейчас подожду, пока он будет... Бам! А что-то к жизни много. Оно живет до сих пор. Приняло вторую форму и живет! Народ, бейте их! Ух, я чуть не отъехал сейчас. У-у-у, серебряный двустольный стабс. Я возьму. Ножек я, кстати, тоже возьму. Это какие-то, но явно, боссы были. Ключ от хранилища банка. Ой, отмычка. Ха-ха-ха, черт, а вот теперь у меня могло бы их быть. Ладно, забейте. Просто... Просто оставьте. Так, 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 ладно. Ну, во-первых, мы одеваем вот это использовать, и мы одеваем вот это. Разбираем. Эти вещи я брошу. Так, пустая бутылка. А, какое интересное местечко. Ключ от клеток. Может быть, от той клетки тоже оно будет. Сейчас посмотрим. Фолиант уже прочитан. А другой? Нет, ну тут два. А. Ладно, забейте сейчас. Во-первых... Да какой взломать? Ну, вы... Я второй серебряный сундук пропускаю. Один в прошлой... Нет, погодите. Да, в прошлой, по-моему, серии. Один в этой серии. Вы просто офигели. Лопату, я уже, наверное, брать... Что за звуки? Погодите. Там не должно быть никаких звуков. Эотика. Уже прочитан скандальный памфлет. Да, было такое. Шахтерские заметки. Рассказы шахтера. Я часто слышал, что если копать слишком глубоко, за это придется поплатиться. Я никогда не верил, пока не увидел своими глазами. Сначала появился запах, будто в туннелях был какой-то газ. Мысли затуманились. Мы стали странно себя вести, стали драться за руду. Когда мы поняли, что наткнулись на какую-то проклятую гробницу, половина моих друзей уже превратилась в них. Я едва выбрался. Меня до сих пор преследуют звуки лопат, которые все копают. И копают где-то очень глубоко. Копать, хоронить. Дерзкий дневник. Похоже, кто-то забыл свой дневник там, где не следовало. Страницы на скорую руку исписаны неприемлемыми фантазиями о плотских утехах, большинство из которых, вероятно, привели бы к увечям, как минимум одного из участвующих. Ну, да-да-да-да-да, садомазы и все дела. Все книжки об этом так, это уже прочитано. Почему-то одна и та же книжка везде. Журнал для гурманов уже прочитан. Руководство путешественников. Тропы через пастушки горы. Этот том включает дюжины детализированных карт пастушьих город, ветвистых вершин на севере до пустыни, или Кастилью у восточных подножий. Чтобы тропы отчетливо обозначены на картах, какие ориентиры описаны для путешественников. Ну, это ж полезная штука, не? Какие это? Спасибо. Так, нет, нет, нет. Ну, это, конечно, да, но нет. Пожалуйста, дайте мне ключ. Я хочу, пожалуйста, ключ. Не надо со мной так поступать. Вы не можете. Вам не нужно. О, каменелую голову я возьму. Они очень хорошо продаются. Да ну нафиг, закинь этот сундук на кого-то из своих приспешников и забери его просто с собой. Кого черта? Вино, блюдо. Такой лут, и я не могу его с собой унести. Чтоб вас... Офигенски. Если я потом сюда приду, то же оно же опять будет чем-то населено все, правильно? Так, ладно. Посмотрим, сработает ли трюк с камерой. Я на это надеюсь. Возможно, я какой-то дополнительный ключ взял, который теперь сможет открыть мне ту камеру, которая закрыта на три отмычки. Черт побери. Но мне кажется, что нет. В общем, нужно взять себе за правило. Откроешь, пожалуйста. Пожалуйста! Пожалуйста, тварь! Так, хорошо. Я тебя понял. Нет так нет. Взорвать я, наверное... Здравствуйте. А тут так удобно лежит динамит. А может быть я могу это жахнуть? Ну-ка, F5. Вот. Да. Нет. Думаете, честная игра для дураков? Хе-хе-хе. но у меня есть как минимум тут две вещи за которыми не стоит вернуться уж не знаю вернусь ли я вот в этом я реально сомневаюсь кстати шахтерская вагонетка снаружи кто-то появится или нет о маршал дьего драгон кажется я опоздал на вечеринку маршал драгон долго вы добирались получил твое реле шериф отличная работа вы есть а сама охотница головами если не ошибаюсь я маршал драгон считайте мне другом похоже вам отлично удалось выкурить отсюда банду стоячей воды и покончить с работорговлей я бы и сам лучше не справился а что он счет шелби кросса неужели ты этого людоела сумела убить разве что ленточкой все это дело не обвязал я впечатлен пора домой охотница больше ведь не осталось незавершенных дел пора домой в смысле туда сказать что а а сказать ему что она сирена я пожалуй этого не скажу потому что но она себя никак не скомпрометировала то есть та она жрала преступников но давайте вспомним как мы обращались с преступниками вообще ни разу не лучше вроде как она шериф и вроде как ее любят и нет я не скажу возможно это ошибка но я не скажу я молчу что ж эти люди обязаны вам жизнью надеюсь большого человеческого спасибо вам хватит отправляйтесь домой охотница дальше действовать будем мы ты хороший человек и хороший друг у тебя в долгу ветер холодный джейн я не знаю как пережить дальше а мне столько ярости джейн что мне с ней делать да ну как бы справедливость все дела не было тут никакой справедливости джейн никакой эта боль останется со мной навсегда она будет следовать за мной всю оставшуюся жизнь как призрак нам над могилами заунывно свистел ветер вашего сына уже не вернуть но вы отомстили за него и спасли свою вторую половинку ваша подруга шериф запомнит что вы сохранили ее тайну кто сказал что охотники за головами не могут быть благодарными путешествие завершено охотница за головами вы взяли с собой помощника вы передали право собственности на землю буш крику это видимо плохой поступок да освободили quick band от стоячей воды освободили пленников приняли помощь шерифа убрать чтобы спасти любимую но да но да в трудности перевода мне вы не выдали секрет шерифа шериф албрайт выжила а еще и такое бы такая опция была вы убили ублюдка шелби кросса и положили конец ужасным деяниям банды стоячей воды я знаете это наверное тупо но я так и не посмотрел на то как звали тех двух сирен внутри возможно один из них был шелби кросс но видимо да поскольку я их убил можно было просто уйти оттуда не найдя разгадку и это был бы один финал а можно было вот под запариться сделать все это и ну да нам же в записках говорили что это шелби шелби да 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 чё ты протупил так сильно то нам же в записках сказали что шелби придумал для себя особый замок в общем да вы вернули мужа домой целости сохранность на данный момент вы убили 261 человек всего лишь из плохих поступков я здесь вижу к только права собственности на буш крик то что я передал их мэру со смертью шелби кросса жители запада могут немного расслабиться на время и что сложно сказать шериф в обиду не дал спас вторую половину но что это значит непонятно скоро узнаем буду пропускать это это мы сейчас за 2 персонажа будем играть дам нужно отвлечь охранника подбросить врагу та 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 это опять простался ну ну как бы посмотрим насколько сейчас где-то на западе посмотрим насколько сейчас изменится геймплей ваше новое тело похищены прокляты и истерзанные вызывает а-та та если вы хотите вспомнить тем кто это были придется вскрыть несколько старых ран что то происходит извините руф и пол вот тебе еще одна душа дерево пей запри ее вместе с душами свиней ну что новенькая майорельцы ты у нас особенный вы грязнули вонючие брысь отсюда вон одно слово свиньи знаешь что теперь с тобой будет тебя буду считать чудовищем но ты только что только этого и заслуживаешь эй джо поди ка сюда развяжу нашего нового друга не могу больше терпеть его амбре дерево душ опять это треклятая корга и что вы гребная яма для ваших свинячих душ ясно конечно нет мне никто не слышит когда это закончится спелите меня это уже наконец кто-нибудь зачем такая жизнь я дерево угомонись утешить веточки и сучочки ты меня слышишь ты говорящий я думал что ты какой-то особенно твое клеймо мне не удалось забрать твою душу в отличие от душ остальных рыл погоди-ка думаешь можешь помочь меня убить это все о чем я мечтаю моя жизнь была такой долгой я устала изнурено изнемождено хочу стать перегноем и попрощаться с этим как его убить вот уже разговор было чтобы убить меня нужно же четыре моих главных корня беда в том что я не знаю где они придется тебе самостоятельных искать знаешь там ножками походить у меня то ног нету да и тебя от этого кое-что будет если убьешь мне эти несчастные поросята смогут вернуть себе души джо идет он умеет говорить если кто и знает где искать мои корни так это он ты это дай ему знака кое-что ли не тупи привлечь внимание свинолю джо во имя вот ты говоришь только тише давай не ори у нас тут нас тут уроют они же они же дикари да я сразу разглядел твою клейму подумал этот это необычное свиное чмот нам есть что обсудить но не здесь и не так вступай в болото свинолюдов и найдет найди там и бивак бивак честно первый раз уж такое золото убедимся что не возникло недопонимание ведьма по имени рук превращать мужчин монстров суицидальное дерево удерживает души всех свинолюдов некая говорящая рыла хочет встретиться у болота и поболтать все верно так проверяем наш теорию кстати коробка дикарки у меня осталось что интересно сикач двуствольный стабс да да привилегии у меня остались это что я тогда не докачал немножечко мне не хватило одного туза если бы его там подобрал я мог бы вкачать себе это на максимум сейчас я потерял получается ты риту за способности надо качать все полностью заново потому что они здесь естественно другие потому что это другой персонаж привилегии остаются за это большое спасибо а так привилегии да 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 это я знаю спасибо карта а карта тоже а карта кстати тоже только квесты другие короче ребятушки да я понимаю что серия затягивается но она у нас в между здесь и получается потому что закончилась одна история и вот началась другая теперь вот что мне интересно напишите мне в коментах хотите ли вы продолжение так понимаю это как новеллы бастера скракса хрок да 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 эти истории они как-то в общем объединены каким-то сюжетом но сами по себе они как истории с определенным завершенным сюжетом но есть сюжетные арки самих историй и общая игровая скажите пожалуйста хотите ли вы дальше видеть эту игру потому что она очень крутая по геймплею но я просто вижу как она идет у нас на канале и и смотрит не так много людей пожалуйста те кто смотрит если вам не сложно отпишитесь скажите хотите ли вы продолжение хотите ли вы узнать историю свинолюда ну и остальных героев там их будет еще так по нему после свинолюда еще трое говорите как что и из этого будем делать некоторые выводы может быть мы пока что анти птица по воздуху идет может быть мы пока что поставим эту игру на паузу как нибудь и продолжим или когда-нибудь на стримах или когда-нибудь просто как геймплей начнем что-то новое со следующей недели жду вашего мнения ваших комментариев спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»